Есть такое свойство. Вот, допустим, женщина, она как получает знания? Она просто впитывает, и вот если она поверила человеку, она все в себя впитывает и потом так живет. То есть у ней происходит апгрейд. Поэтому мужчины боятся женщин пускать на лекции. Вот вы, женщины, спрашиваете, Олег Геннадьевич, почему меня мужчина не пускает, мой муж не пускает на лекцию? Сейчас объясню, почему. Вот вы, допустим, сходили на лекцию, потом месяц слушаете лекцию. Потом муж замечает, что вы вообще как бы полный капец. То есть питание другое, разговор другой, общение другое, вся жизнь другая, все привычки, взгляды, все полностью поменял. Произошел апгрейд. Ну то есть женщина, она, если чем-то наполняется, она полностью резко и легко меняет всю свою жизнь полностью. И вот в этом опасность, понимаете? То есть мужчина увидел, что и жена раз и все, и поменяла всю свою жизнь. Вот в этом он боится. Сейчас туда пойдет, опять все поменяет. Страшно же, правда? Ну то и все в этом как бы идея. Как мужчина воспринимает знания? Мужчина не впитывает себя. У него совсем другое восприятие. Потому что знание мужчины основывается на его жизненном опыте. Знание женщины основывается на берег. Она впитывает себя как губка и живет этим. То есть женщина все воспринимает буквально. Поэтому для женщин, допустим, на работе нужны инструкции. Вот когда она инструкцию изучила, она знает, что делать великолепно у нее получается. А мужчине на работе инструкции не помогут. Ему нужен опыт. Понимаете? Вот мужчина, получая опыт, может там работать нормально. А женщина может работать нормально, если ей все расписали, что ей делать. Женщине опыт не помогает. Согласна женщина или нет? Женщине нужно все знать как надо. И она все так делает, и ей легко. Если она не знает как надо, она нервничает. Страдает от этого. Как мужчина слушает лекцию? Он слушает первый раз. Поднимите руку, кто вообще никогда мужчины лекции мы не слушал. Пришли первый раз на меня посмотреть. Я сейчас вам расскажу, как примерно вы меня слушаете. Первая лекция для мужчины. Он сидит смотрит. Дурак, не дурак. Дурак, не дурак. Всю лекцию. Так, спонят. Нормальный человек или нет? Понимаете, женщины? Понимаете, мужчина это человек, который очень серьезно относится к мужчине. Он относится к любому знанию. То есть, он сравнивает его со своей жизнью. Вот, допустим, мужчина, допустим, решил слушать мои лекции. Ему понравилось. Дальше он как слушает? Он думает, с этим я согласен, с этим не согласен, с этим согласен, с этим не согласен. Это проверить надо. Женщина, чувствуете разницу? Вот женщина, это мне не нравится, не буду слушать, взяла, ушла. Все. Это нравится, это значит, вся жизнь будет меняться, она как апгрейд полный сразу. Мужчина, он все проверяет. Что такое мудрость? Женщины, знаете, что такое мудрость? Мудрость означает очень много опыта у человека. Вот мужчина, он любит ошибаться. Для чего? Для того, чтобы получить жизненный опыт. Каждая ошибка для мужчины, это его жизнь. То есть, ему это нужно для того, чтобы дальше уже идти правильным путем. Женщины боятся ошибаться. Они хотят, чтобы все было правильно. Им надо жить только в рамках узнанного, того, что гарантированно, так устроена женская психика и жизнь. Мужчина всегда экспериментирует. Он не находится в рамках. Он идет туда, где не познано, ошибается, получает боль, страдания, но получает также жизненный опыт. Поэтому мужчина имеет мудрость. Мудрость — это не просто знание. Это знание, реализованное. Знание, которое проверено в результате жизни.